Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, собственно даже не вопрос, а скажем так, некоторое описание проблемы, потому что автор вопросов, пожелавший остаться амонимным, в общем-то, не задает никакого вопроса, просто описывая определенную проблему. Итак, сначала хотел озвучить текущую проблему, связанную с выгоранием на работе, но, думаю, что-то верхушка айсберга и нельзя разбираться с другим. Мне 46, а мне живут два разных человека, я не знаю, как их правильно назвать, поэтому буду называть их женщина и девочка. Женщина успешная, руководитель компании, вдохновляющая, зажигающая себя и другие. Ихея восхищается, она очень сильная, преодолела много жизненных трудностей, она может держать удар, не падает духом, целеустремленная, постоянно развивается, она обо всех заботится, всех закрывает, к ней приходят своими проблемами, уходят акрилленность, не берут пример, она мудрая, уверенная и спокойная. Девочка тоже добрая, но очень ранимая, неуверенная, обесценивающая себя, она постоянно учится, потому что ей кажется, что она недостаточно компетентна. Она перфекционист, она постоянно поздравнивает себя с другими более умными и талантливыми, ей кажется, что она все еще недослужива, недостаточно компетентна, красноречива, опытна, по сравнению с авторитетными для нее людьми. Она зависит от чужого мнения, у нее куча комплексов, она боится разочаровывать людей, она хочет всем нравиться, ну, может не всем, а значимым для нее, хочет заслужить их любовь и одобрение, хочет, чтобы ее оценили, ведь она столько всего делает, так выкладывается. В основном управление берет женщину, реже проявляется девочка, она ранима, уведима, ей надо браться, чтобы защитить, еще реже они смешиваются, и я не могу их разделить. Поэтому в моей жизни качели, то я скачу на верхом коне, то лежу, копаюсь, разбираюсь в себе, уговаривая и мотивирую эту девочку. Бывает даже стыжу. В детстве, когда мне было очень плохо, я играла, представляла себе эту женщину, она была мне воображаемым другом и мамой, она меня успокаивала, помогала справляться, выживать. Потом не стало казаться, что я выросла и стала идеей, во мне было много сил и энергии, все было по плечу, девочка взяла в день, затихлая, практически не проявляла. Многие годы я ее вообще не видела. Сейчас я как будто попал в прошлое, в последние годы было очень много тяжелых жизненных ситуаций, стрессов, наверное, меня подкосили, я очень устала. Моя девочка все больше проявляет себя, я люблю ее и понимаю, ведь это тоже я. Но девочка дальше назад обесценивает мои успехи, постоянно боится и сомневается. Женщина пытается помочь девочке, но женщина сама очень и очень устала. Им теперь обеим нужна помощь, обе нуждаются в исцелении. Это выливается в различные проблемы по работе и в жизни, но с ними я буду разбираться на следующем этапе, так как кажется, что это есть в коробе всех проблем. Может я ошибаюсь? Ну, аноним, не сложно увидеть, что вы описываете проблему, вы описываете некоторую такую часть, некоторый взгляд на проблему, вот. Но, как бы, не совсем ясно, чего вы хотите. Да? То есть, какой у вас вопрос? То есть, как бы, по тексту, ну, это запрос, да, на психотерапию, это правда. Это запрос. Как вы собираетесь с этим запросом обратиться, не очень понятно. Потому что, ну, вот, по первому впечатлению, вы все озвучили, противоречия озвучили, конфликты озвучили, нужно работать. Как работать, с кем работать, не совсем понятно, как непонятно и в какую обратную связь вы хотите тоже. Да? Вот, поэтому, первое, при том, что вы вроде как все достаточно четко и подробно описали, вместе с тем, есть ощущение, что вы, ну, при этом, не определились в том, что это за следующий этап, когда вы на этот следующий этап перейдете. Вот. Как вы узнаете, что на этот этап, условно говоря, пора переходить. То есть, тут эти, в данном случае, вопросы о союзе без ответов. Довольно несложно обратить внимание, что вы взращивали в себе маму. Вы сами об этом прямым текстом говорите. Собственно, здесь у вас, вероятно, есть некоторые непрожитые, некоторые, ну, как мне кажется, болезненные, может быть, скорее всего, скорее всего, некоторые болезненные чувства, некоторые болезненные эмоции. Вот, ну, вполне возможно, вполне возможно. Вот, на которые вам вполне возможно нужно обратить внимание. Почему-то вам требовалось выживать, почему-то вам требовалось взращивать в себе маму. А как у вас складывались отношения с вашей мамой? Ну, такое ощущение, что вы были брошены, такое ощущение, что вы были покинены, или так вам казалось? Если же говорить глобально, то ваше чувственное составляющее, ваше уязвимое составляющее, как я бы ее назвал, нуждается в внимании. Вы почему-то к ней относитесь как к чему-то негативному. Вроде бы вы ее любите, понимаете, что это вы и есть, но в то же время говорите, что она ушла в тень и не появлялась. Какое-то время вам вроде бы было окей, когда вы шли вот на краске вот этой вот родительской своей позиции. Это, на мой взгляд, выдает некоторое такое, я бы сказал, неумение, ну, неумение обращаться, что ли, с вашими чувствами. Вот, это выдает неумение, а может быть даже и не только неумение, но и стыд за те чувства, которые вы ощущаете. Я, конечно, не хочу здесь, ну, как-то выдвигать какие-то предположения, но, на мой взгляд, вы не привыкли как-то вот прислушиваться к своим чувствам и эмоциям, в том числе по той причине, что они, как правило, вам, очевидно, причиняют в основном только боль. Вот, и, соответственно, и этот перфекционизм, эта ранимость, все, что вы описываете, вот, имеют под собой, конечно же, достаточно важные и, как мне кажется, серьезные основания. Но вы, как мне кажется, опять же, эту свою сторону, эту свою часть, не знаете, но вы эту свою сторону, эту свою часть привыкли подавлять, потому что вам она причиняла боль. И, соответственно, мне кажется, что с этой девочкой, с этой вашей личностью, которую вы описываете, нужно разговаривать, учиться ее слышать, учиться что-то для нее делать. Да? Вот. А вы, судя по вашему описанию, с ней не разговаривать, вы, судя по вашему описанию, скорее, просто с ней как-то вот, просто обращаетесь, но не, как бы, относитесь к ней всерьез. Вот. Не трудно увидеть, что ваша жизнь, она как-то вот построена на преодолении. Вот, совершенно, на мой взгляд, это не трудно увидеть, что вся ваша жизнь построена на преодолении. Вот. Что вы в детстве себя преодолевали, подавляли и сейчас, собственно, преодолеваете и подавляетесь. Вот. Справляетесь с трудностями. Ну, с трудностями можно справляться по-разному. Можно справляться с трудностями усилием воли. Вот. Можно справляться с трудностями силой, как бы, интеллекта. Можно справляться с трудностями, в общем-то, и по-другому. Более эмоционально, более честно, более полнокомпактно, что называется, по отношению к самой себе. И здесь, мне кажется, важными шагами для вас является следующее. Следующее. Вот. В вашем, так скажем, родительском образе, где вы обо всех заботитесь, вдохновляете всех и так далее, и так далее, мне лично кажется, что присутствует та же самая девочка. Каким образом? А таким, что мотивация все это делает. Она детская. Вот. Конечно, в ней есть, в этом, эээ, в родительском образе есть, эээ, мотивация и энергия детская. Но вы этого, как будто бы не видите. Вы считаете, что ваша родительская, эээм, позиция, родительская роль, она является полноценной. На мой взгляд, она действительно связана с детской, связана с, эээм, как бы, различается только форма. Да? Форма. Ведь вдохновляете людей, вы не просто так. Опекаете людей не просто, не просто так. Вот. А то, что вы описываете, вот, эээ, значит, руководитель компании, это все про детский перфекционист. Это все про детское желание, там, условно говоря, эээ, достичь, оказаться самой, самой лучшей и так далее. Но я бы не сказал, эээ, что это полноценно разные ваши, эээ, личности. Это есть вы. Просто выбирайте форму. Форму. Вот. Ключевой момент, эээ, на мой взгляд, заключается в том, что форма, форма, которую вы описываете, является приемлемой. То есть, если девочка хочет, эээ, быть самой лучшей, если девочка боится завершировать людей, то форма, форма, которую вы выбираете, будет представлять из себя, что правильно. То, что вы описываете, эээ, эээ, в своем поведении, как женщина. Вот. Такая история здесь являлась. Поэтому первым шагом является, когда-таки, эээ, нахождение связи между тем, что вы считаете девочкой, и тем, что вы считаете женщиной. Следующий важный момент, то, что вы устали. Если вы устали, значит, вы берете на себя слишком много. Соответственно, нужно, нужно учиться говорить «нет» вероятным тратам своей энергии и своих сил. Устали вы не из-за того, что с вами происходили, эээ, тяжелые, тяжелые обстоятельства и стрессы. Хотя, и от этого, в принципе, тоже. А от того, как вы с этим обращаетесь, если вы, эээ, привыкли обращаться так, как вы описываете, эээ, из своей родительской позиции, то ничего, ничего удивительного нет в том, что вы устали. Дальше. Что бросается в глаза следующее? То, что вы, вы говорите об исцелении. Вообще, это слово меня насторожило. Потому что, что такое, что такое исцеление? Исцеление предполагает то, что вы больны, больны, вы не больны. И относиться к вам, как к больному человеку, именно психологи не будут. Это важно понимать. Поэтому идея о том, что вы больны, лично мне не импонирует. Импонирует идея о том, что, эээ, как бы, вы себя не знаете. И, эээ, помочь вам себя узнать, может быть нашей задачей. Это правда. Но не более того. Лично я почувствовал, почувствовал в исцелении, исцелении. Вот в вашей истории про исцеление лично я почувствовал желание переложить на нас ответственность. Если это так, не получится. Вот. Изменения, да, лучшее знание о себе, да. Вот. Изменение представления о себе, да. Потому что, потому что то, о чём вы говорите, невозможно без трансформации ваших представлений о себе, которые, скорее всего, сформировали. И от которых, скорее всего, не, эээ, совсем не легко будет отказываться. Ну, просто потому что, ну, вы к ней, вы к ней привыкли. Что, например, будет, если, эээ, вы, там, допустите, например, что, не вдохновляюще вы. Что будет, если вы, допустите, что не хочется вам кого-то опекать, не хочется вам о каком-то заботиться. Ну, вот. Что будет, если вы предполучите, что не будете вы помогать, там, людям, и т.д. и т.д. и т.д. Вот. Что будет, если вы предполучите, что не хотите вы больше быть руководителем? Вот. Или хотите быть руководителем, но в каком-то другом ключе. Знаете? А это всё, эээ, как раз таки, ваши представления о себе. Которые в данном случае, эээ, не являются, судя по всему, эээ, вами настоящие. Потому что детская, эээ, вот, эээ, детская ваша, эээ, часть, она, как бы, говорит немножко о другом. Вот. И всё. Вы пытаетесь так изолированно её любить, но вы её отделяете, диссоциируете. Ну, собственно, то, о чём вы и пишете. У меня просто к вам вопрос, эээ, пожалуй, такой. Вы, от представлений о себе, эээ, готовы каких-то отказаться? Вы готовы допустить, что ваши, эээ, представления о себе могут быть несколько, эээ, ну, не ошибочными, а не соответствующими вам настоящими? Вот это то, на что, мне кажется, в первую очередь нужно обратить внимание. Ввиду отсутствия вашего вопроса и ввиду полную неопределённости касательно того, какую обратную связь вы хотите получить на свой текст. Кроме того, что вам нужна психотерапия. В психотерапии вы, по всему, не, эээ, ну, не быстро. Вот. Как-то, как-то так. Как-то так. Я бы ещё, эээ, уточнил бы, пожалуй, эээ, что подобная дифференциация на, эээ, несколько своих состояний имеет для вас какую-то выгоду. Почему-то эти состояния, они друг с другом, по моим ощущениям, борются. И это тоже не просто, не просто так. Как мне кажется. Да, вы говорите о любви. Но у меня ощущения, что они борются. Вот. И обратите внимание, вы говорите им обе им на помощь. Но где, извините, где здесь вы? Где во всем этом вы? Именно я. То есть, знаете, даже спрашивая, ну, по крайней мере, в заголовке у вас написано, что принятие себя и обретение целостности, вроде бы вы пишете про себя. Но даже здесь, эээ, в конце своего текста, вы говорите им обе им нужна помощь. Важный момент. Важный момент. Важный момент. Вы, эээ, пишите, что как будто вы себя не принимаете. Эээ, в чем, эээ, что именно вы в себе не принимаете в лоб. Это очень важный момент. И что касается выгорания на работе, то это опять же игнорирование ваших эмоциональных моментов, которые возникают в работе. Пребывание от себя быть кем-то другим. Я не говорю о том, что работа вам не подходит. Скорее всего, это не совсем так. Вот. Потому что, ну, руководителем вы вряд ли просто так стали. Но, тем не менее, эээ, из-за того, что вы пытаетесь быть таким руководителем, каким вы не являетесь. Игнорируя, когда настоящая ситуация приводит к выгоранию. Подумайте о том, как, эээ, свое детское состояние, эту девочку, вы могли бы воплотить в реальной жизни. Как эта девочка могла бы проявлять себя в реальной жизни. С людьми. Каким образом? Есть ли у нее право голоса? Есть ли у нее возможность реаль... эээ, проявить реальную власть? Так скажем. Это очень важный аспект. На который вам нужно обратить свое внимание. По крайней мере, на мой взгляд. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам было полезно, интересно. Желаю вам всего самого доброго. И буду благодарен за обратную связь по моему ответству. Это позволит вам начать работу над собой. Удачи. Обращайтесь за помощью. Чтобы меня показывают. Да, после этого все. Простите, будь рада.